Важные события из жизни большого города. В Самаре продолжают работу по недопущению распространения COVID-19 среди населения. Для этого в области ввели дополнительные нерабочие дни. Основная задача таких решений – разорвать цепочку взаимодействия, которая приводит к росту числа заболеваний коронавирусом. Чтобы усилия, которые предпринимают городские и региональные власти, были действительно эффективными, каждый житель должен соблюдать необходимые требования. Об этом на еженедельном заседании городского штаба говорила Елена Лапушкина. Увы, другого выбора не остается, поэтому нужно ограничить свое общение. Нужно быть крайне бережным к себе и к окружающим людям. Надо носить маски, надо исполнять все требования Роспотребнадзора и еще раз максимально сократить общение. В городе проходят ежедневные профилактические рейды с участием сотрудников полиции. Стражи порядка контролируют соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Только за последнюю неделю провели 80 проверок. 180 пассажиров, которые не использовали средства индивидуальной защиты, высадили из автобусов, троллейбусов и трамваев. Кроме того, на злостных нарушителей составили 16 административных протоколов. Мы призываем наших уважаемых пассажиров соблюдать масочный режим. И второе, самое главное, мы призываем всех использовать нерабочие дни для того, чтобы сделать прививку, потому что это, пожалуй, самая действенная мера против распространения коронавирусной инфекции. Призываем всех, кто ее не сделал, поберечь себя, поберечь своих близких. Президент, в ваших действиях предусматривается нарушение административных протоколов с административом 20.6.1. Самарец Александр рассказывает, что совсем недавно справился с COVID-19. При этом в общественном транспорте пассажир находился без маски. Теперь ему придется расстаться с кругленькой суммой. Напомним, что административные материалы полицейские направляют в суд, где, с учетом всех обстоятельств совершения правонарушения, принимают решение относительно тяжести наказания. Так, для физических лиц предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей. В качестве дополнительной меры предотвращения распространения инфекции в соответствии с поручением оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Весь общественный транспорт оснащают рециркуляторами воздуха. С помощью приборов можно уничтожить возбудители инфекционных заболеваний. Устройства уже появились в трамваях и троллейбусах. К 15 ноября планируется установить 45 комплектов, а к 30 числу оснастить оставшийся подвижной состав. Всего в планах обеспечить рециркуляторами 1200 машин. Рециркулятор – это устройство, которое устанавливается в салоне, подвижного состава внутри автобуса, трамвая, троллейбуса. И своим действием способствует тому, чтобы вдыхаемый пассажирами воздух был очищен от всяких вредных элементов и примесей. Эта работа направлена на то, чтобы сделать поездки в общественном транспорте еще более безопасными. Это дополнительная мера, которую мы принимаем в это непростое такое наше санитарно-эпидемиологическое время. Рециркуляторы включают перед выходом транспорта на маршрут. Они работают на протяжении всей смены. Принцип достаточно простой. В корпусе находится светодиодный ультрафиолетовый излучатель. При помощи вентилятора воздух из салона направляется внутрь, где проходит через бактерицидную лампу, после чего снова подается в салон. Степень очистки, которую способен обеспечить прибор, рассчитывается прежде всего из объема салона и мощности самого аппарата. С учетом пассажиронаполняемости, то есть мы рассчитываем, что за полтора часа с учетом движения вагона и смены воздуха полностью мощности рециркулятора будет хватать. Не забыли оснастить рециркуляторами и станции Самарского метрополитена. Приобрести жетон или пополнить транспортную карту в зоне самообслуживания можно без риска для здоровья. Рециркуляторы должны защитить пассажиров от заражения респираторными инфекциями. А для безопасности сотрудников метрополитена устройство разместили в помещении кассы и комнате дежурного по станции. Места установки выбрали не случайно. Это помещение, где происходит наименьшая циркуляция воздуха. Мы в кратчайшие сроки произвели закупку и на настоящий момент установили на всех станциях рециркуляторы, которые мы подразумевали устанавливать в разных зонах в зависимости от потребностей и наших сотрудников, и для обеспечения безопасности пассажиров. Мы не стали размещать их в зоне ожидания и в самих поездах из-за того, что там циркуляция воздуха очень большая. Естественным путем происходит из-за того, что во время движения поездов воздух обменивается и в самих вагонах, и на платформах по нескольку раз в короткие промежутки времени. Приборы, применяемые на станциях метро, в отличие от тех, которые расположены в салоне общественного транспорта, способны обработать больше объем воздуха за единицу времени. Для этого используется другой тип ультрафиолетовой лампы. Тут она дуговая, высокой производительности. Срок ее службы – 12 тысяч часов. На фронтальной части устройства находится счетчик времени ее работы, поэтому сотрудники всегда могут вовремя произвести замену. Рециркуляторы включаются в начале смены и работают на протяжении всего времени, пока осуществляется перевозка пассажиров. Специальная конструкция корпуса и особая форма вентиляционных отверстий исключают риск распространения ультрафиолетового излучения в помещении. Таким образом, прибор полностью безопасен для человека, животных и растений. Установленные рециркуляторы одобрены к применению Роспотребнадзором. Мощность рециркулятора варьируется от 60 кубометров в час до 200 кубометров в час, в зависимости от того, в какой зоне устанавливается рециркулятор. Все рециркуляторы, которые мы устанавливаем, они снабжены соответствующими сертификатами. Они все прошли тот государственный контроль, который необходим для установки этих приборов. Действенность этих приборов подтверждена соответствующими лабораторными испытаниями. Эффективность работы рециркуляторов подтверждает и пассажирка метро Раиса Самойлова. Она медицинский сотрудник. Говорит, на работе установлено подобное устройство. Воздухочиститель обязательно нужен, чтобы обеззараживать все наши помещения, чтобы люди дышали уже без микробов. У нас стоят в палатах даже такие. Все обрабатывают и воздух чистый. В департаменте транспорта отметили, что прививка от коронавируса и наличие устройства без зараживания воздуха не снимает с пассажиров ответственности. Носить маску необходимо на протяжении всей поездки. Требование использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания относится и ко всем членам экипажа общественного транспорта. Провели с экипажем дополнительный инструктаж. Руководство нашего предприятия настроено очень серьезно и поддерживает власти в том, что необходимо ожесточать проверку масочного режима. В случае, если кто-то, кондуктор либо водитель, находится без маски, вечером они пишут объяснительную и будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Это значит, что по итогам месяца они не досчитаются в своем кошельке премией. Для минимизации рисков заражения коронавирусом, гриппом и другими сезонными инфекциями, перевозчик продолжает мойку и дезинфекцию транспорта. Эти работы организованы круглосуточно в усиленном режиме с орошением салонов хлорсодержащими препаратами и дополнительной протиркой дезинфицирующими растворами в течение рабочего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова